привет всем друзья с вами я алексей и мой канал обзор товаров из китая долго я думал следует снимать что-то подобное или нет но все-таки решился и сегодня я хочу рассказать вам про работу белорусской таможни и про случаи которые со мной произошли ну в общем просто поделиться с вами своими мыслями честно сказать сначала думал снимать это лицом к лицу к вам как китай чай но что-то я передумал благо мне пришла вот такая посылочка с алиэкспресса почти за 40 дней там около 12 дней пролежала на таможне белорусской впервые вижу написано белоруссия кстати не люблю когда так называют просто как называть белоруссию это видео ну я этим видео не хочу оскорбить как сказать работе нашей белорусской таможни инспекторов которые там работают я просто говорю ну расскажу истории которые со мной произошли ну что же вам сказать ну давайте начнем не знаю как вам а я помню белорусскую таможню как одну из самых быстрых помню как посылки быстро проходили все проверки уже через три дня они были у меня дома бывало что и быстрее не знаю что не произошло кто-то писал что у них там ремонт таможню кто-то винил чемпионат мира по хоккею кто-то говорил что много больше посылок стало приходить ну кто их знает первое мое знакомство с таможней произошло полгода назад это когда таможню задержало мою посылку в тенедил возможно многие слышали наверное читали я писал об этом в группе вконтакте это моя посылка была весом 2 килограмма там было три снименований мне пришло письмо и к сожалению письма что я все потерял письма все потерял короче красное письмо с такой каемочкой или типа там написано ваш трек номер все такое и стоит галочка что вам надо выслать мне от меня требовали документы подтверждения сколько стоит получается моя посылка вот ну я выслал им чеки получается с пейпала и скриншот сайта тенедил со всеми номинованиями через неделю мне пришло еще одно письмо которому уже говорилось если так вы выразиться простым языком что моя посылка оценена или как сказать названа посылка коммерческого типа и что мне надо предоставить какие-то документы я решился позвонить на таможню и все как сказать обсудить мирный спектр у меня у каждого письма там свой номер я позвонил раза может с десятого я дозвонился таможни получается потом я подождал со мной кстати один раз меня специально сбросили было слышно как поднялся поднялась трубка кто-то что-то говорил на заднем фоне там трубку положили было очень весело потом я поговорил с инспектором но в смысле дозвонился инспектор мне дал совет что я чтобы я отказался от посылки в этой посылке мне было семь часов ну я начал говорить что эти же часы не одинаковые это там три номинования не более трех одинаковых номинований на что он не ответил нет ни трех наименований однотимных точек часы неважно разные они одинаковые это часы и не более трех вторений он сказал с тем более вы снова полоска и критер советовал отказаться потому что это очень дорого войдется ну что же я начал читать форумы там онлайнер почитал списался с людьми которые ну не сделать мне посоветовали отказаться от посылки что и сделал перед этим написав тени дел спросил его если не посылка вернется брата к ним вернут вернут мне они деньги на что они сказали да да конечно алексей мы вернем деньги и я с чистым сердцем отказался от посылки кстати посылка лежит на таможне два месяца с того дня как она поступила на таможню она лежит два месяца если ее не забирают не оплачивают не отказываются то есть ничего не делают через два месяца на автоматически улетает обратно в страну назначение то есть к отправителю кто отправлял вот ну насчет тени это тоже отдельный разговор и думаю это будет отдельное видео я денег до сих пор нет посылка засветилась последний раз примерно может 30 дней назад на получается сенка в сингапуре на таможен надо по-моему так но это будет тоже отдельная тема и я буду это снимать друг друга получать видео ну что же сейчас таможня вообще более тщательно ну и она ну как уже давно смысле смотрит посылки как бы более их трясет начаться отцена цена вот раньше я помню телефоны там 30 долларов без проблем проходили сейчас с этим более трудно трудно стало и чуть что я говорю присылают эти письма ну сразу пошлину если что вам не нравится пошлину я уже платил и не раз это конечно пошлину платить нужно если но друзья если мы платим пошлину пускай увеличивается сказать улучшается работа почты так я уже сбился тут где читал эту добавляю так 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 насчет проверки посылок на цену и что они отправляют нам письма это палка двух концах получается потому что с одной стороны это делается для нас для пользователей если например у нас там пускай у нас там пришел телефон за 100 долларов да они его сами могут оценить 150 долларов и мы если что-то получим в этом месяце то ну это плохо понятно а могут они нам прислать письмо в котором мы пришлем чеки что этот телефончик стоит 100 долларов пожалуйста все они скажут что да окей держите хотя а могут они оценить сами и в меньшую сторону это я говорю это палка о двух концах ну что поделаешь ну ладно дальше дальше скажу вам недавно тоже в группе выкладывал два письма в группе вот это вот вот подумайте пока что это такое на металлической ну что скажу вот мне пришло недавно два письма на две мои посылки посылки мне посылки кстати не дорогие я отправил кстати не заморачивался про сделал такой небольшой тест сделал просто скриншот сайта с ценой никаких чеков просто сделал скриншот страницы где товар тут цена все отправил написал им ссылку на товар там если мало цены оцените сами если типа вам мало информации оцените по ссылку сами две посылки этих покинули таможню все отлично мои письма прошли проверку в смысле прокатило все нормально но было очень интересно когда за одну из посылок которая которая короче была второй посылкой в этом месяце кстати посылка считается ну пришедшим в этом месяце получается когда она поступила ну там можно вот тогда с этого числа считаете вот сейчас кстати вот они поступают лежат по месяцу по полмесяца на таможне ты путаешься какая посылка в каком месяце у тебя пришла это ладно тоже не так важно и короче на вторую посылку у меня пришла пошлина на каком основании посылка стоит 30 долларов я не знаю на ком я хотел позвонить но потом думал ай ладно потом думаю все все следующие посылки которые придут в этом месяце я буду платить пошлину нет посылки все следующие я получил бесплатно не знаю вот такое вот приходят вот такие вот бумажники я вам тут слишком показывать не надо тут адрес вот такое такие бумажки вместе с посылкой кстати да насчет пошлин ну вы все знаете что мы платим 30 процентов от превышающей суммы плюс 7 евро или сколько если 7 долларов помню 7 евро 7 евро евро да это 75 тысяч помню за бумажку которую они прикрепляют и кстати иногда 35 тысяч или всегда я уже тоже призабыл за работу почты они себе берут то есть если вам надо заплатить 1 доллар ваша посылка превысила вы платите 35 тысяч плюс 7 евро считайте как выгодно как удобно платить вот еще весело когда вот самая большая посылка которая лежала у меня на таможне она пришла в Беларусь за 25 дней на таможне отвалялась 30 вы чувствуете разницу но не будем грешить не будем грешить белорусская таможня постепенно начинает наверное приходить в себя приходить к лучшим этапам работы уже более менее быстрее уже 12 дней уже 11 дней уже 7 дней начинают проходить все таможенные прохождения проверки и тому подобное и как бы с гордостью услышишь там как сказать в новостях там читаешь где-нибудь на онлайнере когда белорусская таможня там-то там-то содержала посылку там вскрыла там там наркотики были кстати это как бы молодцы все понимаешь значит работаем не зря за это вам лайк вот что еще хочется сказать буду жаловаться вам что вообще-то в беларуси не так легко быть блогером такого типа как я со 120 евро на человека приходится заказывать на всю семью на девушку иногда на друзей вот как-то так ну что же думаю рассказал вам все извините если что-то вам не так понравилось пытался как сказать излить душу будем надеяться что говорю наша белорусская таможня исправится и все будет по-старому если кого-то задел близко как сказать обидел извините это просто мое мнение сегодня вы уже наверное поняли это я не знаю такая тренога еще фотоаппарат я не заказал свой этот не продал сегодня у нас вот такая тренога она цепляется в горячий или горячий башмак уже забыл как называется тут у нас прицепляется например свет а тут например микрофон помните микрофон пришел ссылочка тут вот это специально для этого ну и свет который сейчас светит я вставлю сюда не сюда и будет такая вот рогатина прикольная стоит на 5 долларов ссылка под видео кому интересно пожалуйста извините за нудное видео а так подписывайтесь на канал ставьте большие пальцы вверх не забывайте про инстаграм twitter и группу вконтакте пока друзья ждите свои посылки и надеемся что наши посылки будут идти еще быстрее в Беларусь пока вот 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 вот